Друзья, всем привет! Я сейчас хочу приготовить ужин, ну что-то такое простое, легкое, и хочу с вами поделиться парочкой рецептов. Я хочу сделать кабачковые маффины ПП. Терпеть не могу говорить, это ПП, но действительно захотелось сделать что-то менее вредное, поэтому я буду брать цельнозерновую муку. Значит, два кабачка берем, два яйца, соль, перец, мука и масло для смазывания форм. Еще можно добавить чеснок, у меня, к сожалению, чеснока нет. Сейчас установлю вас на штатив и приготовим быстро маффины. Вообще, я готовлю для того, чтобы еще и на рынок взять завтра на перекус. Ну и плюс, потому что с кабачков сейчас нужно готовить. Сейчас ведь их сезон и все такое. Берем терку и на крупной терке натираем два кабачка. Многие делают кабачковые ладьи, но я не хотела что-то жарить. Я думала, может, просто кольцами пожарить, но мне в голову пришла идея сделать маффины. Ну, а то, что рецепт максимально простой. Вот так получается целая миска. Это был самый сложный этап, потому что руку можно подкачать здорово. Теперь добавляем сюда два яйца. Я читала в рецепте, что классно будет подаваться греческим йогуртом. Теперь добавляем сюда черный перец. Ну, тут уже на глаз все. Добавляем соль. И добавляем в столовую пока что, пока что в столовую ложку муки цельнозерновой. Сейчас я все буду перемешивать, и если, ну, по моему мнению, понадобится, я добавлю еще муки. Но так как цельнозерновая мука такая плотная, что ли, ее нужно добавлять меньше, чем пшеничная обычная мука. Кто готовил, тот понимает, о чем я говорю. Вот надо сейчас все хорошенько перемешать. Еще добавлю вот это вот столько. И духовку я разогреваю уже на 200 градусов. Теперь берем нашу форму и смазываем маслом дно. Чтобы себя не приставало. Можете любым там маслом, какое у вас есть, и оливковым. Мне интересно, насколько сильно оно подымется, потому что здесь яйцо. Но я думаю, что не сильно, потому что здесь нет ничего больше. Ни разрыхлителя, ни соды. Ну, все, отправляем теперь в духовку где-то на 25 минут. Ну, а пока у меня там запекаются маффины, я хочу сделать что-то вроде пасты в молочном соусе. Мы сейчас будем варить типа бешамель, но это не бешамель вообще, короче. Это не по канону. Это так у меня. Чуть-чуть взяла от рецепта, чуть-чуть взяла от головы. Я нагреваю сотейник. И сейчас мы будем здесь в нем разогревать где-то полторы, наверное, ложки муки. Мы ее просто прогреваем чуть-чуть. Здесь у меня без масла будет, без ничего. Отдельно я поставила воду для того, чтобы сварить сейчас вот такие пенни. Пенни-пенни-пенни-хазите. Короче, макарошки любые можно взять. Можно спагетти взять, но что-то мне пока не хочется спагетти. И удобнее, опять же, на рынке мне будет есть вот такое. Еще я беру вот 400 мл молока. Немного у меня есть такого сливочного плавленого сыра от фермы. И чуть-чуть сливок. И по специи у меня здесь мускатный рец и базилик. Ну и соль, перец. Так, отлично, муку мы немножко прогрели. Теперь сразу же сюда добавляем базилик. Ну, вообще, вы можете брать любые другие травы. Это на ваш вкус. Мускатный орех сразу сюда же добавлю. Черный перец. Все это перемешаю. Ну, а теперь лучше брать венчик. И тоненькой струйкой вливать будем сейчас молоко. Сразу перемешиваем. Молоко кипятить здесь не нужно. Мы должны будем его тоже хорошо разогреть, чтобы оно загустело. Ну, и нужно мешать для того, чтобы не было комочков. Еще я сюда сейчас добавлю оставшиеся сливки. Вот это просто идет сейчас утилизация продуктов. Ну, вот все, что осталось. Тут, я так понимаю, сливки можно и не добавлять. То же самое с сыром. Можно просто сделать вот такой молочный соус. Но я хочу сделать прям максимально все такое, знаете, сливочное. Здесь просто сейчас, как я уже и говорила, варим до загустения. Ой, у меня уже вода кипит. Вода кипит. Подожди. Так, вот я уже варю несколько минут. И уже такая консистенция соуса получается. Такая вот мясина жидкая, но и не густая. Я думаю, что как раз на этом этапе я и добавлю плавленый сыр, который есть у меня. Блин, мне кажется, это будет так вкусно. Если что, у меня мясо есть как бы отдельно. Ну, такую вот пасту я хочу сделать без него. Где-то тут столовая ложка. Я больше добавлять не буду, чтобы тоже не переборщить. С этим вкусом химозным. Видите, какое оно все получается. Да, чеснок сюда бы тоже не помешал. Ну, блин, я заварю. Он у меня буквально на днях закончился, и я забыла его купить. Будете готовить, обязательно добавьте его. Я уже думаю, что вот он соус. Он уже готов. Идеально. Так, соус загустел. Я его выключила, чтобы он вообще там не начал кипеть. И у меня сварились мои макарохи. Добавляем их сюда. Надеюсь, там камера не сильно запотела. Просто перемешиваем. Все. Я просто накрыла крышкой и оставляю блюдо. Можно есть сразу, можно чуть-чуть подождать. Ой, ну это божественно. Я прям смотрю и захлебываю слюной. Это настолько просто, быстро и вкусно, что просто нельзя не полюбить такое вот блюдо. Я очень люблю сочетание пасты с каким-то соусом. И томатную пасту очень люблю, и сливочную. Сливочная, конечно, в сто раз калорийнее. И с ней надо быть аккуратной. Много не есть ее. Но все же иногда хочется себя таким побаловать. Вот, ребятки, такой вот простой вариант ужина. Я думаю, сюда еще классно впишутся грибы. Ну, не хочется ничего. Я люблю пасту есть в чистом виде, без ничего. Тем временем, пока я готовила пасту, вот я потратила 20 минут реально, друзья. Всего лишь 20 минут на приготовление ее. У меня приготовились маффины. Ну, они были пышные. Достала из духовки и осели. Ну, этого следовало ожидать. Как же мне их сейчас вынуть? Да, вот это проблема уже. Так, давайте подведем итоги. Получается, значит, 12 маффинов на две формочки у меня вышло. Они оседают. И это, в принципе, нормально. Я этого и ожидала. Они очень вкусные, нежные и диетические. Даже в каком-то плане я съела вот один такой. Правда, очень вкусно. Вот, не лукаве. Но я допустила одну ошибку, которую вы не допускайте. Когда натерли кабачок, и с него надо воду слить жидкость. Я не слила и подумала об этом только тогда, когда у меня уже стояли все смешанные ингредиенты. И я поняла, что мне будет, может быть, сложно доставать их из формы. Я боялась, что они вообще не будут держать форму. Они держат, но на грани. Вот у меня слишком нежные и мягкие не получились. Прям, ну, сейчас немножечко подзастыли нормально. Поэтому вы, дабы избежать такой ситуации, просто слиете лишнюю жидкость. Очень вкусно. Поэтому рекомендую. Я просто потом, как остынут, я вот так вот ножичком по краям поддеваю и вилкой прям достаю. Вот, все хорошо достается. Короче, я рада. Мне бывает лень что-то готовить из кабачков, но сегодня я это сделала. И вот, пожалуйста. И пока не забыла, еще хотела рассказать вам про скраб. Мне понравился очень скраб от Faberlic, который мне пришел вот недавно. Вот этот. Ну, во-первых, он действительно очень круто пахнет. То есть, после его использования пахнет кожа. Плюс этот скраб не просто как бы там солевой какой-то, знаете, просто абразив. Он как бы кремовый. Вот кремовая какая-то текстура плюс абразивные частицы. То есть, он достаточно деликатно распределяется, но все же вот этот вот абразив достаточно жесткий. Для слишком нежной кожи не подойдет. Но эффект очень классный, поэтому я вот рекомендую. Мне осталось только пудру от Faberlic попробовать. А я все забываю дать ее Лешу, чтобы он ее открыл, потому что там какой-то неведомый мне механизм просто. Я реально не могу ее открыть, где она там у меня. Серьезно. Но она откручивается, все вот так вот открывается. Здесь спонж. А вот эта часть, вообще я не вижу, где бы ее поддеть, чем, как ее открутить. Короче. А, боже мой. Ну это вообще уже я идиот. Вот же оно. Я при освещении увидела. Здесь просто пленка. Капец, ребята, вы видели, как я над ней стояла, мучилась над этой пудрой? Я этого просто не заметила. Хотя нужно было просто догадаться. Вот бывает же такое. Мне сейчас осенило очень быстро. Все окей, все хорошо. Я хочу сегодня в этом видео, ну вы уже по названию поняли, показать вам мой макияж без макияжа, с которым я сейчас каждый день практически хожу. Поэтому чуть позже как раз я ее и протестирую, эту пудру. Пока пойду попью чай. Немножко полежу, потому что я уже столько дел переделала. Единственное, что я не сделала, это не помыла обувь, блин. Но мне что-то пока впадло мыть. Я и гладила, и убирала, и все где-то вот готовила. Мне еще нужно будет смонтировать видео. Я так как на танцы еду, мне нужно будет все успеть до четырех. А сейчас уже по второго помажу. Ага. Так, ну что, обещанный макияж без макияжа. Запоминаем меня такой, какая я сейчас. Ну, особых изменений нет, но я люблю этот макияж за то, что он быстрый. Он корректирует недостатки и подчеркивает достоинства. И выглядишь такой свежий, отдохнувший, молодой, красивый. Ну, ничего лишнего, да. Я там люблю иногда стрелки, помады, но сейчас что-то прям вообще не хочется. Я вам об этом уже не раз говорила. В общем, я протираю лицо тоником, потому что у меня кожа жирная и блестит постоянно. Это, конечно, ужасно раздражает. Но, с другой стороны, у такой кожи есть огромный плюс. Говорят, она стареет позже сухой. Ну, потому что постоянно увлажненная. Так, не знаю, называть вам продукты или нет, какие здесь, ладно, буду говорить. Здесь у меня Faberlic CC-крем ICU, вот эта линейка, которая мне очень сильно понравилась. Я вам ее рекомендовала. Особенно рекомендовала гидрофильное масло. В чем прелесть этого CC-крема? Он подстраивается под любой цвет кожи и выравнивает тон. Вот я так руками все делаю сейчас, никаких спонжиков, ничего. Просто вот так вот все наношу. И даже вот немножко где глаза. Потому что у меня есть отдельный корректор для глаз. Ой, он такой очень плотный и лучше, мне кажется, немножечко тон распределить. Ничего страшного не будет. Еще такое вот сияние кожи красивое придает этот крем. Мне он очень нравится. Это был наш первый этап. Дальше я беру, я беру, я беру. Где оно, где оно, где оно? Антибактериальный вот корректор стик. Это от Belor Design. Я им просто закрашиваю недостатки. Но все равно полностью там их никак не замажешь, к сожалению. У меня очень проблемным кажется лицо. С одной стороны, особенно из-за того, что у меня остались следы от каких-то высыпаний. Вот они просто никуда не деваются и все. Думала, может быть, контратубиксом начать мазать, потому что оно никуда не уходит. И такое ощущение, что у меня постоянное высыпание на лице. Это просто пятна от высыпаний. Ну, выглядит, конечно, странно. Мне иногда некомфортно из-за этого. С кем не бывает. Так, теперь сразу пульемся. Вот и протестирую пудру от Faberlic. Знаете, что меня еще очень раздражает? Вот в эту жару, когда красишься, тебе уже становится жарко и лицо такое себе. В идеале, конечно, лучше вообще не краситься, но я не настолько в себе уверенный человек. Да, говорят, дама, которая выходит на улицу совершенно без макияжа, слишком в себе уверенна. Ну, неплохая пудра такая, мне нравится она так. Такой аромат у нее тонкий-тонкий, приятный. Ну, пудра, во-первых, убирает типа блеск, но мне это ненадолго, потому что, зная свою кожу, опять же, я буду блестеть, как блин, на сковороде через буквально 5 минут. И цвет такой мне подошел как раз. Да, пудра была от Faberlic, воздушная фантазия, 62-21 тонн. Теперь, опять же, от Faberlic у меня румяна. Румяна эра красоты. Да, тут такой прикольный оттенок. Я наношу румяна вот именно вот здесь. И еще и на нос немножко. И на веко для свежего взгляда. Я где-то очень-очень давно это вычитала, что нужно румяна наносить вот сюда. То есть у меня получается реальный эффект румянцы. Я вот здесь ничего не вырисовываю сейчас. Осталось пару штрихов. Ну, брови, конечно же, без бровей лица вообще не будет. Вот это очень классная штука от Faberlic, вот эта палета. Она у меня какая-то грязная. Вообще, неправильно, как достают люди действительно какие-то продукты из косметички. Они у них идеальны. У меня все уже такое замызанное. И подкрашиваю брови. Крашиваю брови тенями, вы знаете. Это максимально натурально получается, естественно. И для моих бровей подходит вот этот оттенок средний, не вот тот дальний. Тут красноватый какой-то в рыжий уходит. И теперь остались финальные штрихи. У меня тут бальзам основа для ресницы бровей, тоже Belor Design. Вот такая вот. Я фиксирую ей брови. И этой же штукой подкрашиваю ресницы. Получается такой эффект ламинирования. И самое-самое последнее. Это масло для губ тоже Belor Design. Клубничный пирог. Короче. От клубничного здесь только цвет. По запаху тоже такое, что-то вот как будто бы детская косметика. Я вот наношу это масло на губы. Ну, красиво блестят и увлажняются, само собой. И оттенок легкий придается им. То есть губы не бледные, как у мертвяка. Я прям бьюти-блогер от бога. Губы не бледные, как у мертвяка. Ну, вообще шикардос. Вот и все. Шикарно. И вы безупречены. Ну, понятно, вы можете все это заменить там бальзамом. Или ресницы, например, не фиксировать. Можете добавить немножко туши, но мне даже не хочется туши сейчас краситься. Тем более я сейчас еду на танцы, а когда танцуешь, потеешь. Тушь может потечь и подводка. Поэтому вот так. Осталось сейчас волосы уложить. И я готова. И да, пока не забыла, хотела вас попросить написать в комментариях, какой бы вы хотели от меня ролик посмотреть. Не влог и не рецепт. Потому что иногда просто устаешь от этого формата. Ты постоянно это снимаешь. Хочется снять что-то другое совершенно. Какое-нибудь, может быть, творческое видео. Или полезное для вас. Потому что мне вот в комментариях недавно девушка написала «Сними свои летние образы». Вот, может быть, вы такое хотите посмотреть. У меня была в голове мысля снять вам видео с подборкой интересных, красивых треков. Потому что музыку я собираю, знаете, очень тщательно. Свою любимую отбираю. Прямо на всяких там радиостанциях атмосферных. Ваше любимое слово. Кто не знает, что такое атмосферное, значит, вы это не чувствовали никогда. Хотите узнать более конкретно, прочитайте в гугле. Потому что это тяжело объяснить словами. Вот. Ну, неважно. В общем, что-то, возможно, вы хотите от меня посмотреть. И я сниму для вас, потому что у меня будет в пятницу, наверное, время. Спасибо, что вы меня сегодня смотрели. И не забудьте подписаться на канал и на наши с Лёшей инстаграмы. Вот. И, конечно же, надо показать вам торт «Мамин» в разрезе. Я вчера у него была, и поэтому кусочек сняла. Вот, смотрите, и желаю вам хорошего настроения, хорошего вечера. Всем пока. Наш тортик готов. Оставилось ровно сутки, да, девасек? Угу. Перед тем, как его резать, минут за 15-20, я вытаскиваю с холодильника, чтобы немножко мягче стало, потому что всё-таки масло, масляный крем. Такой суп и получился, да? Сейчас покажем, как он в разрезе. Такой мягкий такой. Красота. Просто наш тортик. Очень красиво получилось. Ух, а! И пахнет нереально. Приходите к нам на ту, кто хочет. Не приходите к нам. Если честно, что? Вот, сколько я перепекла, переела. Если я, бывает, готовлю, вообще не пробую даже то, что я готовлю. Нет, у меня тоже так бывает, но... Папа бедно облизывался. Ну что ты меня отрезала? Не знаю, мы же должны были его целый показать. Ну, какая разница. Как он режется, как он... Сейчас... Важнее дать папе кусочек. Сейчас пойдем на балкон чай пить. Ой, пахнет хорошо. Угу.